Между тем, сегодня своим правом проголосовать в Якутске воспользовались студенты. В избирательном участке номер 706, расположенном в культурном центре Сергиляхский Огни, зарегистрировано почти полторы тысячи избирателей. Это молодые люди, студенты, которым уже исполнилось 18 лет. Подробнее об этом расскажет Сергилана Федорова. Студент первого курса Северо-Восточного Федерального Университета Михаил Попов сегодня впервые принимает участие на выборах. В будущем молодой человек станет учителем географии и истории и намерен трудиться во благо развития и процветания города. Мне в этом году исполнилось 18 лет, и я рад, что мне предоставили возможность выбрать будущее для своего города, выбрать лидера, который будет вести нас в светлого будущего. Мои одногруппники также проголосовали. Моя семья также принимает участие в выборах, то есть это как традиция. Студенты, приезжие из Улусов, проголосовали по временной прописке в общежитии Студгородка. Молодые люди ответственно отнеслись к голосованию и уверены, что сделали правильный выбор. Принимаю участие в выборах мэра города Якутска. Надеюсь, что мой голос повлияет на эти выборы. Мои родители тоже принимают участие в выборах главы села Майя. Всего в участке под номером 706 впервые проголосовали 100 студентов-первокурсников, которым в этом году исполнилось 18 лет. Сегодня у нас по списку 1379 голосующих, из них 1304 студенты Северо-Восточного федерального университета, которые проживают 4 корпуса, 5 корпусов, которые проживают, приложенные к этому нашему участку. Они все до этого писали заявление, что мы их включили в состав УИКа, и сегодня подходят и голосуют. Для тех, кто впервые голосует, мы утром дарили подарки. Более 180 студентов, которые сейчас проходят практику за пределами Якутска, проголосовали досрочно. Как отмечают члены избирательной комиссии, студенты – очень активный народ и всегда с охотой ходят на выборы. Саргалана Федорова, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.